Решим задачу под номером 25 и тренировочного варианта номер 3 основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Окружности с центрами в точках И и Ж не имеют общих точек. Внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок соединяющий их центры в отношении М к Н. Докажите, что диаметры этих окружностей относятся как М к Н. Построим общую касательную, причем внутреннюю общую касательную к этим окружностям. Вот таким образом. Далее покажем, что данная касательная делит отрезок соединяющий центры этих окружностей. То есть проведем отрезок соединяющий центры и посмотрим, как делит касательная данный отрезок. Вот таким образом. Обозначим точку. Предположим, вот эту точку обозначим точкой С. Далее проведем из центров окружности радиусы в точке касания. Тогда по свойству радиусы, опущенные в точку касания, перпендикулярны касательной. Покажем эти радиусы. Вот таким образом. И обозначим точки касания. То есть первую точку, предположим, обозначим точкой А. И вторая точка, это точка Б. Тогда заметим, что треугольники И, А, С и треугольник Ж, Б, С подобны. По острому углу. То есть для прямоугольных треугольников достаточно для подобия одного острого угла. Почему? Потому что вот эти углы при вершине С, они вертикальны, а значит равны. А это значит, что прямоугольные треугольники подобны. Так и запишем. То есть треугольник И, А, С подобен треугольнику Ж, Б, С. Из подобия треугольников следует пропорциональность сходственных сторон. А это значит, что И, С так относится к Ж, С, как А, И к Б, Ж. А, И, К, Б, Ж. Но А, И и Б, Ж это радиусы данных окружности. То есть обозначим, вот радиус первой, предположим, Р1, а радиус второй, Р2. Тогда у нас получается, что это будет равно Р1 к Р2. А нам нужно... Да, кстати, и по условию отношение И, С к С, Ж равно М к Н. Почему? Потому что нам сказано, что касательное делит вот этот отрезок между центрами в отношении М к Н. То есть И, С к С, Ж равно М к Н. Так и запишем. То есть это равно М к Н. Ну и теперь нам осталось только перейти к диаметрам. Диаметр равен двум радиусам. А это значит... Давайте из последнего получим. То есть по стольку, поскольку у нас Р1, Р1 деленное на Р2 равно... Теперь умножим числитель и знаменатель на 2. А от этого дробь не изменится. То есть получается 2, Р1 на 2, Р2. А это все равно, что... Ну, мы умножили числитель и знаменатель на одно и то же число. От этого дробь не изменится. И тогда получается это Д1, диаметр первой окружности, разделить на Д2, диаметру второй. И Р1 на Р2 мы уже с вами получили. Это отношение равно М на Н. Как коэффициент подобия, как коэффициент пропорциональности сходственных сторон. То есть получается тогда у нас это равно М на Н. Что и требовалось доказать.